В Беларуси к новогодним праздникам произведут почти 2 миллиона сладких подарков. Большая часть уже готова. В упаковках от 300 грамм до 3 килограмм можно найти шоколад, конфеты, ирис, карамель и обязательно новые виды изделий. Все создано из качественного сырья. Производством занимаются коммунарка, спартак, красный пищевик и слодоч. В 2022 пенсионный возраст Беларуси увеличится на полгода. Это происходит в рамках реформы, которая началась с 2017-го. Мужчины на заслуженный отдых будут отправляться в 63 года, женщины – в 58. Кроме того, обязательное условие для трудовой пенсии – страховой стаж. В 2023-м он должен быть 18,5 лет. Госавтоинспекция призывает к осторожности на дорогах. На протяжении всего дня прогнозируется гололед и гололедица. На большей части территории Беларуси коротковременный снег. Ветер ожидается северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Житель Осиповичей хранил в гараже почти 300 литров спиртосодержащей жидкости. Нелегальная партия изъята. Материалы для дачи правовой оценки будут переданы в инспекцию Министерства по налогам и сборам. Мужчине грозит привлечение к административной ответственности. В пятницу днем в переулке Сосновом горел автомобиль. К моменту приезда спасателей из машины выходил дым. Огнеборцы ликвидировали пламя. В результате пожара повреждена приборная панель и обшивка потолка. Пострадавших нет, причина устанавливается.